друзья мы в очередной раз на должанке подходим к казачьему берегу сейчас покажу вам то из чего состоит эта база отдыха она кстати имеет сквозной проход к морю здесь могут ходить не только те кто снимают жилье и живут на территории базы но и люди которые просто приезжают чтобы искупаться в море ну что вперед проезд только для тех кто снимает здесь жилье как вы понимаете все остальные ставят в округе где-то наверно сотни три машин точно а вот это как раз парковка для отдыхающих проживающих на территории казачьего берега вот там кстати справа казачий берег 2 вы это уже видели или увидите с коптера довольно внушительных размеров база отдыха очень популярна на косе долгое хорошее море чистенькая достаточно глубокая не такой глубокой как все в приюте на самом пике косы ася в приюте есть отдельный наш ролик даже несколько роликов ася в приюте о кайт серфинге один серфинге о витратории но этот ролик посвящен казачьему берегу здесь тоже все в принципе прекрасно отдыхали здесь несколько лет назад жили вот в этом номере на первом этаже посмотрите кстати все преобразилось беседки обросли виноградом смотрите как все здорово все вам покажем сейчас в каждом номере обязательно есть кондиционер санузел фотографии на сайте казачьего берега правдивые то есть все как видели приехали все так и застали если готовите сами не ходите столовую можно вот таким образом поступать в беседочку аккуратненько садитесь есть мангальные беседочки и наслаждайтесь обедом на природе пойдем между этими зданиями пройдем до съемка производится кстати на мозу бюджетный недорогой штатив стабилизатор оставлю ссылку на описании к этому девайсу в описании к этому ролику сейчас вы видите жилой фонд он довольно разнообразный на любой кошелек в принципе хотите жить вот в таком таунхаусе пожалуйста хотите жить вот в таких небольших номерах естественно более бюджетных нет проблем высоких строений здесь нет в принципе вот такое 1 2 и 3 этажные строения жареное мороженое это что это ну-ка пожалуйста на камеру ладно посмотрим да общепит тут кстати очень хороший некоторые писали в описании в комментариях к прошлогоднему нашу нашему ролику про казачий берег что столовая дорогая не знаю мы брали завтрак ужин кормит просто на убой выходишь оттуда как такой объевшийся лягушонок или медвежонок совершенно верно территория ухоженная мне всегда она нравилась хорошо все убирают никакого мусора все четенько дорогая нам пора так пойдем дальше вот смотрите какой классный таунхаус можно вот на такой верандочке отлично себя чувствовать она в зелени все шезлонги там так давайте поднимем посмотрим надеюсь никто не будет возражать смотри здорово да да мама запускает дрон так вот они но это конечно не очень бюджетное жилье но тем не менее посмотрите какое оно классное раз присели и спокойненько там отдыхаете великолепно да конечно поживем я всегда хотел в таком домике жить вот 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 но это не бюджетно так пойдем в эту арочку пройдем территория база как я уже сказал действительно очень большая очень классно гулять вечерком на ужин сходили бутылочку сухенького взяли и пошли в любую беседочку можно сесть можно к морю подойти смотрите как здорово чистенько хорошо зелено тут растительность вообще на азовском море ну так себе не очень прерии практически а вот тут все ухожено все зеленое даже вот час на улице плюс 30 а здесь как-то свежо вот посмотрите как выглядит территория ну просто шикарные что очень хорошо ухаживают за ней повторюсь азовское море ну считается мелким как бы грязным мутным вот тут на косе долгое на должанке море совсем другое оно достаточно глубокое прохладное нет вот этой желтизны особенно по утру или к вечеру приходите вода прям прозрачная особенно что касается территории ближе к серф приюту ну на машине сколько пять минут туда ехать особенно если занимаетесь активными видами спорта или хотите встать на виндсерфинг на кайсерфинг там очень классные условия для этого и вы можете за пять минут там очутиться там вообще изумительная вода изумительная ну она несравнима нельзя сказать что она как в черном море в красном море просто она своеобразная но действительно чистая глубокая прохладная без какой-либо там желтизны и тому подобного но бывает так что после шторма прибивает медуз к берегу но я думаю что это не только касается азовского моря или там черного каких-то других морей это вообще бич вот всех море океанных таких водоемов до медузы есть повсюду но вот сейчас мы в начале сначала до середины июля отдыхаем медузы ну я только видел их когда проходил на виндсерфинге вот там вдали от берега одна пола там 2 то есть нет никакого нашествия вода чистенькая хорошенькая но повторюсь бывает такое что один-два дня можно испытывать неудобства связи с тем что много медуз у берега но их потом течением относят здесь хорошее течение поэтому уже к морю выходим акулу да нашли посмотрите какой бульварчик классный здесь прогуливаться вот можно идти вот так прямо до наверное минут 30 вот так и это будет все территория казачьего берега и казачьего берега 2 на пляже соответственно черчелла похвала как всегда все продается помимо столовой хороший общепит здесь лимонадики продают все достаточно бюджетно не нужно никаких особых накоплений как например люди сейчас тратят в турции или египте да сюда можно приехать на машине по трассе дон можно за один день это сделать 14 часов ехать ровно от москвы бюджет в выходные дни платных участков магистрали 2000 рублей плюс-минус там 1900 1870 в будние дни когда едете чуть-чуть подешевле получается ну там районе 1600 1700 рублей если эти с транспондером естественно это лучше чем платить наличкой быстро ну достаточно быстро на большинстве пунктов взимания платы вы едете и проезжаете буквально там за 10 секунд этот пункт взимания платы если наличка то стоите и доплачиваете трансмотров всегда дает скидку так что выбирайте сами когда ехать будни дешевле выходные дороже где-то процентов на 10 на 15 мы как правило ночую камень с шахтинском выезжаем после утреннего кофе приехали музей сходили ссср на ветряки на эти посмотрели там первое в россии огромное поле ветряков здорово на коптере полетать классно все но немного страшно да они у них есть электромагнитное излучение и говорят для коптера вредно может потеряться там но как-то нормально вроде бы снимали все хорошо вот и потом едем уже окончательно сюда приезжаем голова свеженькая от камень шахтинского сюда ехать примерно четыре с половиной часа либо на серп-приют либо у тебя на казачий берег поэтому приезжаешь свеженький хорошенький просыпаешься там четыре нету замахнулся в 5-6 утра и здесь уже к обеду как раз час заезда уже те кто были до вас выехали время обеда ну все здорово некоторые едут одним днем как говорится да то есть сели ночью там в три ночи да и поехали к вечеру сюда приехали это абсолютно выбор каждого конкретного человека как ехать на отдых можно меняться водителями можно вообще двигатель не останавливать как далее пошли по трассе трасса изумительная классно есть конечно места ремонта но встретил девушку с коптером а вы нам покажете сверху да как ладно у меня тут диалог с нашими зрителями поэтому пойдемте дальше вот смотрите для деток тут конечно какой лабиринт метров наверно 100 квадратных ну ладно идемте дальше в общем здесь для деток очень-очень много различных развлечений кстати очень многие приезжают дикарем не живут до в казачьем береге или не живут в казачьем береге или не живут на серф-приюте утине розе ветров приезжают с своей палаткой вот тут на кося когда казачий берег кончается до серф-приюта где-то километров пять берега там администрации установлены специальные такие домики с флагами красиво ну вы увидите это когда на коптере будем пролетать достаточно все сделано так цивилизованно то есть 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 какая-то забота убирают пляж можно приезжать дикарем и жить прямо такими лагерями прям приезжают по несколько машин лагерь такой ставят тоже очень популярный вид отдыха но наш ролик все-таки про казачий берег поэтому давайте-ка смотреть вокруг что здесь как здесь друзья мои если чувствуете что ролик затем перематывайте просто вперед останавливайтесь на тех местах которые вам нужно посмотреть которые вашему взгляду комфортно а мы сделаем максимально подробный обзор чтобы вы могли точно понимать куда попадаете что здесь какие здесь изменения а изменение здесь есть ну я я вот как вижу да вот эти вот появились название укрытия настилы достаточно большое количество шезлонгов очень чисто хорошая территория кстати пляж ракушечка мелко-мелко-мелко ракушка поначалу непривычно но через два дня можете уже без сланцев ходить поскольку привыкайте массаж хорошие ступней прокат велосипедов различных электрических девайсов типа самокатов моноколес там и так далее вот вы видите их как раз сейчас на своих экранах магазин 69 slama это одежда и оборудование для активных вида спорта ну вот как-то так давайте море подойдем покажу вам море море хороший на всем протяжении сейчас вот где-то часа два назад был ливень гроза цвет воды такой цвет морской волны необычно солнца мало но тем не менее тем не менее можно посмотреть что из себя представляет для пляж огромный просто огромный ходите подальше уйти там без бикини позагорать идете отходить метр восемьсот и пожалуйста хотите вместе со всеми здесь он как раз видит серф приют километров пять до него все побережье после окончания вот здесь казачьего берега 2 ну может быть я там ошибаюсь километражом но очень много места там для дикого отдыха как говорится для лагерей палаточных вставай не хочу всегда найдете место конечно меньше места выходные больше места если приезжаете будний день там на неделю поставите лагерь сто процентов отличный подъезд на машине к берегу элементарный даже навигатор вам его покажет и вдоль берега там можно прям на машине ехать и выбирать понравившиеся места а так вот посмотрите казачий берег так ну что пойдемте наверное закругляться закруглимся мимо столовой пройдем есть боулинг есть ну на сайте казачьего берега довольно информативно как я уже говорил и варианты проживания и варианты развлечения все соответствует действительности кафешки есть то есть помимо столовой есть кафешки ресторанчики подороже подешевле побюджетнее называть как ходить огромный несколько километров реально так вот уже начинается казачий берег 2 со своей инфраструктурой и Продолжение следует... 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 так а это это пороси да ой пороси какие дома и хорошие кролики слушайте друзья на шикарненько смотрите какой зоопарка ну просто класс просто класс извините что мы без приглашения просто обзор снимали ну теперь все знают что у вас есть зоопарк да ведь ролик посмотреть большое количество мы на это каждый раз рассчитываем спасибо так пойдемте дальше пойдемте туда ой слушайте ну здорово как а все преображается а говорят упадок все запущение на азовском море да нет же если есть хозяйская рука то все будет хорошо недавно съездили по рекомендации друзей в город переславль-залезский где-то по моему ярославской области если я не ошибаюсь слушайте друзья но вот как сильно ожидания ну не контрастируют а отличаются от реальности вот сразу видно в городе нет хозяйской руки хотя да много музеев ботик петра утюга музей чайника там и так далее но в каком город все-таки запущение и вот видно что идет какая-то деградация абсолютно никаких условий для туристов ну сильно нам скажем так испортил впечатление город остались там на два дня жили в гостинице сеть сеть царский посол вот да гостиница нормально хорошо кормят все чистенько все здорово но то как выглядит все вот в городе бульвары бульвары сильно сказано эти разбитые тротуары непонятные дороги все в грязи какие-то не достроит на побережье о за озером не ухаживают хотя там такую инфраструктуру можно было бы развернуть и биндсерфинг и кайтсерфинг вообще все вот прям ну в общем вот есть ролик на нашем канале про переславль завязки хотя посмотрел другие ролики все так white ой там по монастырям погулять ну да друзья но все равно вот чувствуется что нет хозяйской руки но здесь все по-другому кстати море спины вечеринки отлично есть в интернете фотографии и мы сами в такое участвовали просто классно вот кстати пена образователь откуда пена идет здесь все по вечерам когда анимация прям все классно смотрите и сцены и потанцевать здесь такой музон смотрите классная акустика так акустика сейчас я подниму акустика все вот здорово вот если вот видно что хозяин здесь есть так вход собаками запрещен но мы в принципе без собак да так друзья смотрите столовая столовая типа шведский стол вы либо покупаете абонемент либо платите каждый раз на кассе ну здесь вкусно кормят друзья вкусно ничего не могу сказать и она вместительная очень вместительная можно и свое что-то подогреть только в общем столовая хорошая я всегда был ей ну может быть а пойдем пройдем никит посмотрим если вино продается ли дядя сереже свое вино депрессионный зал здесь всегда был отличный но не я не знаю если он в этом году а тебе нравится да всегда нравилось депрессионный зал ну наверное чё ну да наверное закрыт ничего страшного да так вот сюда на пойдемте поднимемся там боулинг был так пришли к боулингу ага все работает все чётенько как себя все отлично все как и прежде ухоженно аккуратно класс а печка но сейчас она не нужна наверное так ну что а вот наш оператор коптера привет так ну что мы прошли всю базу практически по кругу ну казачий берег 1 до того там мы прошлись классный такой ну он такой полу контактный зоопарк голуби фазаны козочки поросята крольчата и всякие декоративные птички очень классно не было до такого молодцы молодцы вот чувствуется да смотрите видите достаточно все хорошо ухоженно все поливается пинбол а я не видел ну наверное на сайте можно посмотреть мы же не можем сделать в момент обзора каждую каждую деталь показать но тем не менее вот смотрите но здесь действительно чувствуется что есть хозяин чувствуется что есть забота о территории о туристах не только туристах тех кто вообще приходит сюда на пляж как я уже говорил вход свободный можно через эту базу прямиком выйти на море поэтому здесь и местные приходят и просто приезжают люди из соседних деревень кто где живет в должанке очень много снимают жилье на должанке она конечно же по бюджетнее но соответственно дорога занимает там ну пять минут наверно получается где-то так а кто ездит серпают плюс еще пять минут так ну что мы закругляемся друзья подходим к тому месту где мы вошли в общем то вы все видели сами все очень приличненько не побоюсь этого слова на азовском побережье это как жемчужина в отличие от есть к где там можно по морю идти по колено будет полчаса то здесь все достаточно достаточно в этом плане приемлемо приемлемо и приятно так ну давайте сейчас полетаем посмотрим на эту базу с высоты птичьего полета кадры очень классные можете по ним понять объем территории инфраструктуру где можно погулять так ну что друзья полетели ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот, друзья, так выглядит казачий берег с высоты птичьего полета Вот еще одна кафешка Водяная мельница Так, что, заглянем? Ну, просто мельком, что у нас здесь швендос и домики И домики Так, мы на выход Спасибо, друзья, за внимание Смотрите другие наши обзоры В частности, про серф-приют Приезжаем сюда каждый год На протяжении последних, наверное, лет 5-6 Ну а мы на выход Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал И хороших вам путешествий! Всего доброго! Пока!